В столице Коми тем временем выявляли нелегальных таксистов. Совместный рейд провели представители Общественной палаты Республики Общественного совета при МВД по Коми и Минэкономразвития. Частных извозчиков, которые не пожелали работать по закону, нашли. Что толкает их на уход в тень и что за это им грозит, расскажет Дарья Волокжанина. Без лицензии и с риском для жизни. Так можно охарактеризовать теневой рынок нелегальных такси, который с каждым годом становится все больше. Самое частое нарушение – отсутствие лицензии. Причем водители нередко работают под началом крупных агрегаторов. А ведь токси – наиболее часто используемая услуга по перевозке. А это значит, что ежедневно сотни тысяч россиян подвергаются опасности на дорогах. Завести на платформу всех участников процесса, чтобы пассажир был уверен, что у автомобиля техосмот пройден, у водителя нормальное состояние здоровья, он редко попадал в ДТП, у него есть страховка соответствующая, как у таксиста. Чтобы обезопасить пассажира, надо всех, ну хотя бы технически можно ограничить. С одной стороны, с другой стороны, вот если я, в общем, став самозанятым, захочу заниматься такси, мне нужно знать, где получить информацию. Нам нужна некий такой, поскольку сейчас у нас государство идет по пути цифровой трансформации, нам такой суперсервис, стать таксистом, например, который бы позволил объединить всех, собрать воедино. Этим утром таксист Иван, как обычно, вышел на работу. Таксует он не на личном, а на арендованном автомобиле. Работает через популярный агрегатор. В бардачке – один из главных документов – разрешение на перевозку пассажиров легковым такси. В месте назначения Ивана и его пассажира остановил инспектор ДПС. Предъявив все необходимые документы сотруднику, оказалось, что разрешение на перевозку отозвано, о чем Иван и не знал. Таксовать без него нельзя. Штраф физическому лицу за езду без лицензии – до 2500 рублей, юридическому – до 50. При наличии разрешения у него должны быть и шашки по борту, и шашка наверху. Еще у него должна быть страховка и путевой лист. Скорее всего, у тебя путевой лист есть. Или нет его? Нет, с собой нет. Еще и путевого листа нет. То есть водитель должен был, прежде чем везти пассажиров, пройти предрейсовый осмотр. То есть это говорит о том, что он трезвый, с давлением у него все в порядке, за рулем не умрет, слава богу. На сегодняшний день сообщество таксистов, которое работает на абсолютно законных основаниях, имея все необходимые разрешительные документы, ставит вопрос о нелегальных перевозчиках. Рынок так называемых нелегалов доставляет немало проблем, начиная от частых ДТП на дорогах, заканчивая экономическими. На сегодняшний день в Сыктывкаре выдано всего 708 лицензий на перевозку. Мы уже договорились с Комиавтотрансом, и они готовы предоставить свою базу таксистам. У них уже такой опыт есть для того, чтобы они проходили абсолютно недорого предрейсовые осмотры. Следующее – это создание мер поддержки. На сегодняшний день малый и средний бизнес в условиях ковида и в нынешней достаточно сложной экономической ситуации поддерживается очень хорошо. И нашим властям необходимо посмотреть на автоперевозчиков, как на бизнесменов. И мы сейчас как раз-таки помогаем подбирать эти меры поддержки. За время рейда проверяющим попались два таксиста-нелегала, которым выписали не по одному, а сразу по несколько штрафов. Чтобы спокойно зарабатывать на хлеб, просто необходимо легализоваться. Таксист отвечает не только за своё здоровье, но и за здоровье пассажиров. А потому важно ежедневно проходить медицинские и технические осмотры и иметь специальную страховку. Проявлять бдительность при поездке на такси нужно и пассажирам. Садиться в авто только с опознавательными знаками и не бояться просить показать лицензию.